Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим, как работать с CSV-файлами. Рассмотрим, что такое CSV-файл, понятие CSV-файла, как можно прочесть данные из таких файлов и как создать или записать информацию в CSV-файл. Программисты часто сталкиваются с задачей обработки больших объемов структурированных данных. Python имеет встроенную библиотеку CSV, с помощью которой программист может работать со специальными CSV-файлами. Это своего рода таблицы. Файлы CSV обычно создаются программами, которые обрабатывают большие объемы данных. Это удобный способ экспортировать данные из электронных таблиц и баз данных, а также импортировать их или использовать в других программах. С файлами CSV очень легко работать программно. Любой язык, который поддерживает ввод текстовых файлов и манипуляции со строками, может работать с файлами CSV напрямую. То есть, файл CSV – это особый вид файла, который позволяет структурировать большие объемы данных. По сути, это обычный текстовый файл, однако каждый новый элемент отделен от предыдущего запятой и лежит другим разделителем. Обычно каждая запись в таком файле начинается с новой строки. Данные такого файла можно легко экспортировать в электронные таблицы или базы данных. Например, пусть у нас имеется CSV-файл, где в качестве разделителя служит запятая, и файл будет иметь такой вид. Имя, запятая, без пробела, специально, запятая, курс. Первая строка – это обычно идет как шапка нашего файла, то есть как название столбцов. Следующие строки – это данные. Имя – Виктор, специальность ВТРО, курс первый. Имя – Сергей, специальность МРО, курс третий. И так далее. Нужно помнить, что CSV – это текстовый файл, и он не поддерживает символы в кодировках, отличных от ASCII кода или Unicode. Библиотека CSV – это основная библиотека для работы с такими файлами, Python, Python, вернее. Она является встроенной, поэтому, чтобы использовать методы данной библиотеки, достаточно импортировать команды import CSV. Так как это файлы, файлы мы можем создать для, открыв для записи, то есть новую информацию донести туда, либо мы можем получить доступ к данным, которые хранятся в файле, открыв эти файлы для чтения. Для того, чтобы прочитать данные из файла, нужно создать объект Reader. Вот я назвала перемену ReaderObject, и это объект CSV. Здесь я указываю файл, физическое имя файла, которое у меня есть на диске, и говорю разделителем будет запятая, разделитель можете поставить любой другой. Данный объект имеет метод Next, то есть можно использовать Next для того, чтобы обратиться к следующей строке или к следующим данным в этом файле. Объект является итерируемым объектом. Пусть у нас имеется некоторый файл, я его сохранила как класс CSV, как вы видите, он создан в блокноте, то есть это текстовый файл, просто расширение у него будет немножечко другой не в тексте. И этот файл будет содержать информацию. Имя, успеваемость, год рождения. Дальше информация. Саша, фичинг 2000, Маша, фичинг 2001, Петя, троечник 2000. То есть практически такая небольшая база данных, которая записана слитно, на каждой строке, которая записана слитно. Оно якобы разделено по столбцам, если внимательно посмотреть. Ну, разделителем является запятая. Рассмотрим, как прочесть информацию из этого файла, что у нас в итоге получится. Мы импортируем данный модуль CSV. Дальше. Для файла, файл, если вы обратили в блокноте, он у меня был сохранен по таким именем. Как всегда, программа написана на Python и файл должны храниться в одном месте. Я использую кодировку. Можно не использовать, тогда будет стандартная кодировка в Windows. Если файл у вас будет сохранен на русском, содержание файла на русском, то вот эта кодировка, она даст не текст нормальный, а будут непонятные символы. Поэтому, если вы хотите писать на русском, то лучше, конечно, вот эту кодировку не указывать. Открываю его как R-файл, read-файл. Теперь создаю объект. Вот мой объект этого класса. Это я обозначала переменной файл, read-файл. Некоторая переменная равно объект класса CSV, причем объекта read-файл. Указываю файл, который я открыл, отфайловая переменная, и говорю разделителем будет запятая. Ставлю счетчик равный нулю. Это у меня счетчик будет для подсчета количества строк. Дальше. Для каждой строки, вот в этой переменной, так как я этот файл уже открыла для чтения, если вы обратили внимание, у меня здесь нет параметра R, так как объект reader, то я говорю для каждой строки в этом файле, в этой переменной. Если количество строк 0, то есть я только начинаю читать, только первая строка, то я на экран выведу текст. Вот этот F означает форматный вывод. Я вывожу текст. Файл содержит столбцы, двоеточие. Дальше я вывожу фигурную скобку. Далее, что я вывожу, запятая не выводится, это как содержание текста. Вот апостроф и апостроф – это мой текст, который я буду выводить, а двойные кавычки – это сам разделитель будет. Точка join, join – это у нас соединяет, вот к этому тексту он соединяет мою строчку R.O.F., а моя строчка R.O.F. – это первая строка из моего файла. То есть практически это должно быть вот это имя, успеваемость, год рождения. Дальше. Иначе, то есть если уже не 0, то есть если я эту строчку прочла и читаю следующие, то у меня выводит тоже форматный вывод. Что он мне выведет? Он мне выведет из вот этой строки первое слово, элемент первого столбца под номером 0, тире элемент второго столбца под номером 1, текст и он родился в, значение третьего столбца, текст году. Увеличивается счетчик, итого выводит, сколько у меня строк в файле. То есть я на экране в Пайтоне получу вот такой результат. Файл содержит столбцы, имя, успеваемость, год рождения. Вот этот текст, который был, Саша, отличник, 2000 было. Между ними добавлено тире, и он родился в году. Всего в файле четыре строки. То есть первую строчку, вот это имя, успеваемость, год рождения, он тоже прочитал. Дальше. Библиотека или модуль CSV позволяет работать с файлами не только как с текстовыми файлами, но и как со словарями. Если мы хотим получить доступ к данным файла, как к словарю, то нам нужно создать объект не reader, а dict reader. И обращаться можно к элементам не по столбцам, не по индексам, вернее, а по имени столбца. Для этого в нашей программе нужно немножечко «Изменить код». Что мы здесь меняем? Начало мы не меняем. Здесь вместо reader объект у нас dict reader, все остальное осталось. Тот же счетчик остался. здесь у нас будет в чтении файла, в выводе файла немножечко другое. Здесь я говорю, обратиться к имя, наименование столбца, обратиться к успеваемость, наименование столбца, добавить там пробел. он родился в год рождения. Вот столбцу по имени год рождения. То есть на экране выйдет, так, немножечко назад, на экране выйдет точно такой же файл, точно такой же ответ. Самостоятельно прогоните, проверьте, права ли я. Объект dict reader имеет дополнительные параметры. Это параметры. Диалект. Набор параметров для форматирования информации. Line num. Устанавливает количество строк, которое может быть прочитано. Field names. Определяет заголовки для столбцов. Если этот атрибут не определен, то в него запишутся элементы из первой прочитанной строки файла. Заголовки нам нужны для того, чтобы легко было понять, какая информация содержится или должна содержаться в столбце. Например, если бы мы убрали первую строчку в нашем файле, имя, успеваемость и год рождения, и оставили файл только в таком виде, тогда здесь бы немножечко изменили программу. Что бы мы здесь сделали? Мы бы обязательно прочли, использовали файл names, указали, что это, как список. Это как вот то, что мы здесь пропустили. Затем в самом объекте, я говорю, открыть вот этот файл, вот он у меня идет, и дополняя field names, параметр должен быть равен вот ту перемену, которую я только что взяла. Field names. Остальное работает точно так. Количество 0 для каждой строки. В этом файле вывод столбца и вывод текста. При работе с такими файлами можно использовать метод next. Этот метод делает объект reader интерферируем, то есть он вызывается при каждой итерации и возвращает следующую строку. Этот метод используется при каждой итерации в цикле for для получения очередной строки. Например, в этом примере мы считываем информацию из файла за исключением первой строки. Так, что у меня здесь получается? Я открываю файл. Тут я уже показала, что для чтения. Reader создала объект в CSV. Вот этот файл открыла. Теперь сразу же говорю next, следующее. То есть первую я пропустила. Тогда для каждой строки вот в этой переменной во всем файле я просто вывожу строчки. И тогда он мне здесь выведет не текстом, как предыдущий пример, а каждая строка выйдет в виде списка. Самой шапочки здесь у меня нет. Так как это текстовые файлы, мы можем не только читать из этих файлов, но и записывать в эти файлы. Для записи информации в CSV-файл необходим объект writer. Если до этого было ревер, то теперь writer. Он создается, какая-то переменная, присваивается значение в CSV-writer и аргументы, параметры. Сам файл и разделитель. Может быть табулятор, может быть запятая, может любой другой символ. В принципе, может быть любая буква, как хотите. для записи в файл данных используется метод write-raw, который имеет такой синтез. Мы используем метод и указываем, что мы хотим записать. На примере я открываю файл для записи, а так как я его открываю для записи, значит практически я его создаю заново. Теперь говорю, мой объект в CSV-writer переменная файл-райтер. Вот этот файл, который я хочу открыть или создать, разделителем у меня будет не запятая, а вот вертикальная черта. И есть вот еще один параметр, на который я сейчас обращу внимание. Дальше я записываю вот в эту переменную write-raw имя, класс, возраст. Следующие там Женя 3, 10, Саша 5. В результате у меня получится имя, разделителем у меня является вертикальная черта, класс, вертикальная черта, возраст. С новой строки Женя 3, 10, Саша 5, 12, Маша 11, 18. То есть создался файл. Но, так как это большие объемы данных, мы создаем при создании сессии файлов, Python автоматически доносит информацию в Excel. Ваши данные будут в Excel, и они будут в первом столбце. Если вот этот параметр мы уберем, разделитель, то этот разделитель, вернее, отсутствие этого разделителя будет между нашими данными, между строчками, ставить пустую строку. Вот эта line, линия, она позволяет соединять строчки, не пропускать их. Записывать файл можно информацию не только напрямую, как с файл, но и с помощью объекта диктрайтера, тоже с помощью словаря. Нужно помнить, что этот метод записи требует явного указания параметра field name, названия столбцов. В качестве аргумента метода райтеров используется словарь. Например, импортировали наш модуль, открыли файл для записи, обозначили файл, файловая переменная y-file, мы указываем название столбцов, имя, возраст, дальше создаем объект диктрайтер переменной, указывают этот файл, говорю, разделителем будет запятая, говорю, что у меня обязательно будет вот этот параметр, который убирает лишние строчки, пустые строчки, и говорю, что шапкой field name будет вот это значение, то есть имя и возраст. Далее записываю шапку и далее записываю всю информацию. Тогда у меня здесь выйдет вот моя шапка имя, возраст и уже информация из того, что здесь получила. но в отличие от предыдущего метода, здесь у нас словаре, то есть идет ключ, значение, ключ, значение. А если вы обратили внимание, вот сами ключи, имя и возраст здесь не записались, они идут в шапке. Какие еще параметры есть у объекта диктрайтер? Это параметры. диалект, который определяет, как будут форматироваться данные при записи файл. Это метод writeRose, который записывает все элементы строк. WriteHeader, который выводит заголовки для столбцов. Заголовки должны быть переданы объекту writer в виде списка, как атрибут fieldNames. Это обязательно. writeHeader должен быть использован до того, как мы будем вводить информацию. В предыдущем примере writeHeader мы записывали, это запись заголовка. В результате я могу записать всю эту программу, вернусь немножечко, то, что я записывала по одной строке в словаре, я могу записать writeRows отличие на S и указать аргументами все свои данные через запятую. Ключ значения, ключ значения, ключ значения и так далее. И каждая эта пара это словарь. Итак, сегодня мы с вами посмотрели, что такое CSV-файл. сказали, сказали, что это текстовый файл, разделитель, которого обычно ставят запертое, но может быть любой другой разделитель. Эти файлы позволяют анализировать большой объем текстовой информации. Для работы с такими файлами мы подключаем модуль CSV. можно в таких файлах каждую строчку рассматривать как ряд, как строку базы данных, например, а каждое поле как столбец. Данный вид файлов не имеет стандарта, но такие файлы достаточно похожи друг на друга, поэтому модуль CSV-файл может распознавать большую часть таких файлов. Мы можем дополнять эти файлы, добавляя информацию в готовый файл, либо же создавая заново эти файлы. На экране вы видите вопросы, на которые вы должны уметь ответить. Как всегда список рекомендуемой литературы. На сегодня наше занятие завершено.